Комсомольский билет Комсомольский билет Комсомольский билет Дорогие друзья, уважаемые товарищи, земляки приморцы Когда мы говорим октябрь, Ленин, Сталин, нам есть чем гордиться Первый раз в мире власти в государстве массовым порядком пришли бедные, бедные и честные. И потому лапотная Россия расцвела. Сегодня последнее время модно ругать основателя нашей Российской Федерации, вождя революции Владимира Ильича Ленина. Это делают и либералы, и демократы, и фашисты, все те, кто ненавидит коммунистическую идею. Идею мира, добра, солидарности и справедливости. Но Ленин действительно был гением. Гением, потому что пророки до этого, Мухаммед, Иисус, Будда, они предлагали построить Царство Небесное на небе. А Ленин человек, человек, а не пророк, предложил построить Царство Небесное на земле, где человек человеку брат, а не волк. Где хлеба горбушку и тупо полам, где нет вражды между народами, где каждый друг другу брат, где двери открытые, и никто не боится, что его обворуют. Именно гений Ленина позволил нам выжить в голодном Ленинграде, когда друг с другом делили эту пайку хлеба. День Ленина позволил нам прорваться в космос, потому что сын доярки и кузнеца Юрий Алексеевич Гагарин смог увидеть вершины космоса. А Королев смог с помощью советской системы разработать этот полет. Наша страна, союз советских социалистических республик, наша общая родина была уникальной страной. По нашей модели, по нашей идеологии строили и строят до сих пор социализм половина планеты Земля. Соседний Китай уже вровень с экономикой США, а там правящая партия коммунистическая. Успешно строят социализм Корея, Куба, Вьетнам, Лаос, Латинская Америка. И только в России, когда вдова начинает себя сечь плетьми и ругать советское прошлое, каяться не понять перед кем, извиняться за наши победы, за то, что мы когда-то подрузили красный флаг над Рейстагом. Этого не сделали ни американцы, ни Британия, ни другие союзники. Это сделал советский солдат, это сделала советская система социалистическая. И перед кем нам извиняться? Перед теми, кто по-прежнему крушит все вокруг, устраивает войны империалистами США. Сегодня наши демократы во главе с премьером и остальными говорят о чем? У нас на Западе партнеры. Партнерами были с ними, когда был Советский Союз, потому что они с нами считались. А сейчас мы для них клиенты, а не партнеры. Россия дальше будет присмыкаться перед Западом, если к власти не придут сильные люди, если не придет коммунистическая партия, не будет восстановление Братского Союза. А вы видите, что фашисты вместе с либералами сегодня разваливают, когда-то былую дружбу народов. Малобратская Украина пытаются разрушить наш союз с Белоруссией. Это делают и в постсоветских пространствах. Но что странно, за лозунгами о демократии, за лозунгами о свободе стоят правые радикалы, фашисты, которые с калерно-цинистскими флагами, как в Белоруссии, как бандеровцы на Украине, выходят. И прежде всего, когда приходят в власти, что они делают? Демократии устанавливают? Нет. Они запрещают коммунистическую идеологию, устраивают декоммунизацию, рушат памятники Ленина. Почему? Задумайтесь. Почему они делают это в первую очередь? Да потому что это не революции происходят там. Это происходят перевороты. Одни капиталисты приходят в руки других капиталистов. И народ рано или поздно разочаруется. А в кого они начнут верить? Кому обращаться? Конечно, к коммунистам. Именно поэтому, когда либералы и фашисты приходят к власти, они первыми уничтожают коммунистов. Но, товарищи, сегодня наш поход, считайте, в 10 километров доказал. Как бы нас ни хоронили чубайцы, гайдары и прочие, которые с 91-го года уже сами подохли давно, или которым прогулы на кладбище ставят, нашу идеологию не убить. Один пал встают молодые ребята и подхватывают наше красное знамя. Будущее за социализмом. Да здравствует великая октябрьская социалистическая революция. Ура, товарищи! Ура! Слава товарищу Ленину! Ура! Ура! Слава товарищу Сталину! Ура! Ура! Да здравствует коммунистическая партия, организатор и вдохновитель наших побед. Ура! 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 Я уверен, что несмотря на все козни наших противников, несмотря на то, как народ нашей страны обманывают, несмотря на то, как этот народ загоняют в нищету, этот народ опять объединится для того, чтобы опять победить. Ура! 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 Но тогда они с оружием в руках пришли и хотели нашу землю взять под свой контроль. А сегодня господин Путин подписал 473-й федеральный закон, по которому можно, вдумайтесь в это, 60% отдать земли иностранцам на 70 лет с последующей пролонгацией и возможной продажей. И это делается. Как назвать такие действия президента и его окружения? Как не предательством национальных интересов нашей великой Родины. Поэтому наша задача, задача коммунистов, офицеров, патриотов, первое, донести до людей. Я уверяю вас, нас здесь крайне мало. Но ведь большинство сегодня действительно понимает и начинает соображать, что они потеряли, когда пришли к власти эти предатели и перевертыши, начиная с Горбачева, Ельцина и Путина. Я хочу подчеркнуть, что советские офицеры в 2011 году провели военный трибунал над Путиным, где признали, что он предатель государственной измене и не достоин занимать ни одного поста в государстве, не говоря уже о высшем посту, на котором он сегодня находится. Поэтому я обращаюсь сегодня и к коммунистам, и к офицерам. Мы должны поднять красное знамя не только здесь и сейчас. Мы должны его поднять над Кремлем. Мы должны сделать все возможное, что от нас с вами зависит, чтобы предателей не было во власти, чтобы они дальше не продавали ни нашу землю, ни наши ресурсы, как это делается сегодня. Когда вам говорят, что в бюджете денег нет, не верьте, денег достаточно. В золотых кубышках три бюджета лежит, но эти денежки почему-то держат и не хотят пускать в оборот. Часть денег под нулевой процент отдают американцам. Под нулевой процент, думайте, часть денег держат, так сказать, в фонде, Но дальше этого же не идет. Если бы правительство в лице Путина, Мишустиных и прочих друзей, народов в кавычках, заботились о благе ветеранов, наших детей, рабочих, они бы эти деньги пустили в промышленность, в сельское хозяйство. Они бы повысили пенсии. Они урызяли сегодня бюджет, как это делают на уровне федеральном. И бюджет имеет дырку в пять с лишним триллионов. Так и у нас в крае больше 25 миллиардов дырка в бюджете. Что денег нет, говорят, врут, не верьте. Ни Кожемякам не верьте, ни Путину. Это обман. Поэтому мы с вами сегодня и здесь должны дать клятву тем, кто нас будет видеть, что мы сделаем все, что можем, и даже если не можем, в ущерб своим семьям, в ущерб, может быть, личным каким-то делам. Но мы должны поднять на борьбу весь наш народ. А для этого есть следующий путь. Как нам провести форум патриотов? Предлагаю. Первый шаг. Во всех деревнях, районах, в городе, в каждом микрорайоне мы проводим сходы жителей. В повестке дня два вопроса. Первый. Выборы органа народного самоуправления. Как вы его назовете, это ваше право. Комитет, совет, как угодно. Второй вопрос. Выборы делегата на вышестоящий форум. Следующий этап. Второй. Проведение форумов в городах и районах. Следующий этап. Краевой форум, областной, республиканский. И последний, завершающий этап. Это Всероссийский форум патриотов, где мы изберем Координационный Совет. Вот путь, который я предлагаю. И надеюсь, вы меня поддержите. Другого не дано. В завершении хочу от имени нашего Союза Советских Офицеров движения в поддержку армии, оборонной промышленности, военной науки поздравить вас с великой годовщиной 103-й Октябрьской социалистической революции. Правда за нами. Значит, и победа тоже будет за нами. Ура, товарищи! Дорогие друзья, товарищи! Сегодня тут некоторые раздаются голоса, что нас не много, нас мало. Нет, с этим нельзя согласиться. Нас много. Еще нет такой площади, которая бы собрала всех тех, кто относится к великому октябрю, к этому красному знамени, который сегодня пронесли мы через весь город как к звезде, как к символу равенства, счастья народа. Сегодня я могу сказать, что я счастливый человек. Мое пионерское детство и комсомольское проходило под наставничеством тех людей, которые вершили социалистическую революцию. Я назову фамилии. Аллилуйя! Алексей Степанович, организатора рабочего движения, который был послан сюда в Приморский край для организации рабочего движения. Это Мишков, командир партизанского отряда, баянов и сотни других, которых нет с нами. Но они здесь присутствуют. Они сегодня на нас смотрят, когда мы проходили мимо памятника борцам с ОЛЭС Советом на Дальнем Востоке с Пьедесталом. Но они живые и дело их живет, оно с нами. Я счастлив, что моя комсомольская юность проходила под доставничеством тех, кто это знамя, знамя победы вершил в годы Великой Отечественной войны, добился этой победы. Я назову две фамилии герой Советского Союза Соболев Дмитрий Филиппович. Я назову другую фамилию Бондаренко Дмитрий Филиппович, полный кавалент Ордена Славы и целое поколение людей, которые сегодня с нами, и их дело, дело наше, они, и это дело передано сегодня нынешнему поколению. Я горжусь тем, что сегодня могу говорить от имени тех, кто в годы девяностя, несмотря на предательство, посылы, на стремление разорвать на части нашу экономику, наш Советский Союз не поддался ни на какие посылы. Он выходил, организуя забастовочные комитеты, выходил на перекрытие трасс, призывая Ельцина и заставляя его лечь на рельсы. Это была рельсовая война. Да, силы были неравны, не удалось остановить прихватизацию. Наша промышленность, наше народное хозяйство было растащено по карманам. Но сегодня их дело живет. Они были бы с нами, кто мог, оставшиеся в живых и сегодня присутствующие на площади. Сегодня что нам показывает нынешнее пандемическое время, коронавирусное проклятое время. Оно показывает, что кризис капитализма всеобъемлющ. Он глубок и ничто его уже не спасет. Сегодня он бросает вызовы народам быть вместе, организованно всей беде сопротивляться. Что на это отвечает капитал? А отвечает вот той демократии, которую сегодня демонстрирует Америка на грани гражданской войны, развязав эти, так сказать, выборы и показуху американской демократии. Вот что несет нам капитализм войны, несчастья, и что тут встает полный рост звезда октября, которая показала и в 20-е годы столетия прошлого и в 40-е, что это объединение рабочих, крестьян, интеллигенции может вывести страну из кризиса к миру и мир весь к миру. Только надо объединившись, организовавшись на системы общественных советов снизу доверку, организуя содружество наций и народов, можно добиться мира. И показала нам Великая Отечественная война и победа в ней, что вот он выход к миру, на 50 с лишним лет была отсрочена угроза мировой войны. И вот она снова нависла над нами. Но Октябрьская революция показала, что сила за содружеством наций на основе советов снизу доверку. что это не только дорога к миру, но это дорога и к мирам, цивилизациям, которая находится за пределы нашей земли. И эта звезда прогресса, она никогда не погаснет на склоне человеческой цивилизации. Только мир, только наша победа, только объединение рабочих крестьян может привести к победе. Да здравствует социализм, да здравствует Великая Октябрьская революция, да здравствует знамя Великого Октября. Победа будет за нами. Ура! 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 Дорогие друзья, все, о чем мы сегодня говорим, и вся 100-летняя история Великой Октябрьской революции, и задолго до Октябрьской революции, вся эта история и СССР, и России, она связана с именем Владимира Ильича Ленина. У себя на округе, это округ номер 14, мы провели ревизию, как нынешние власти содержат памятники советского периода. Например, со скульптором Барсеговым мы посмотрели, как это в Чугуевке, и получается, что если памятник, который создал Барсегов Александру Фадееву у мемориального музея сохраняется хорошо, памятник погибшим в Великой Отечественной войне также, но массовое захоронение расстрелянных партизан рядом с администрацией района находится в плачевном состоянии. Более того, два года назад администрация сляпала заключение о том, что памятник на центральной площади района, районного центра Владимиру Ильичу Ленину опасен, потому что он пошел трещинами и огородили его и пытались снести, но совместная работа Совета ветеранов района вместе с коммунистами и мы, как депутаты подключились, мы сохранили пока этот памятник и уже туда направили скульптора из города Арсеньева, который сказал, что берется за то, чтобы сохранить этот памятник и отреставрировать. Точно так же да, кстати, я хочу сказать, что Краевой комитет КПРФ, первый секретарь Голгачев поддержали наше начинание сохранить памятник Ленину в Чагуевке и пообещали помочь финансами. Буквально на днях мы откроем уже фактически восстановленный памятник Владимиру Ильичу Ленину на Сысоевке, там, где есть гарнизон военный у дома офицеров Советской Армии. Его тоже хотели убрать в связи с реконструкцией, но ветераны, коммунисты, депутат Тюкерев, член нашей фракции, собрали деньги и мы сохранили этот памятник и он будет жить. Также мы будем решать вопросы по памятнику Ленинскому комсомолу 50-летию Ленинского комсомола в том же поселке Чагуевка, который находится сейчас за забором и это, как говорится, строящийся объект церкви. Вот буквально парадоксы нарочно не придумаешь. Строят церковь на памятник мемориалу Ленинскому комсомолу за забором. Но мы договорились с главой, я с ним разговаривал на прошлой неделе. Значит, раз уж они взялись за церковь, пусть тогда перенесут памятник Ленинскому комсомолу и это место найдено, я надеюсь, в будущем году это будет сделано. Поэтому я предлагаю товарищи и во Владивостоке и в других населенных пунктах провести ревизию памятников советского периода и здесь, как говорится, ни шагу назад. Все памятники должны быть защищены и сохранены, потому что это наша история, потому что стоит только один раз допустить и оно покатится, так как это случается сейчас в странах Европы и на Украине. И еще я хотел бы, дорогие друзья, поздравить всех вас с наступающим столетним евреем комсомола Приморья. Завтра сто лет комсомола Приморья. Праздник вас, дорогие товарищи, так же, как и с днем Великого Октября. Ура, товарищи! Карл Варкс писал, что нет такого преступления, на которое не пошел бы крупный капитал ради получения 300% прибыли. Мы же, КПРФ, всегда стояли и стоим на интересах людей. Интересы людей для нас всегда были выше, чем интересы капитала. Недавно мы смогли, благодаря моему помощнику Юрию Кучину, благодаря запросам депутатским. Мы отменили, добились отмены разрешения на строительство вот здесь Нагомарника, 24-этажного Человейника, который пытались впихнуть точечно жилой застройки. Сейчас подобная ситуация происходит у нас в городе на улице Красного Знамени, дом 30, рядышком вокруг, когда на небольшой участок пытаются точно впихнуть два более чем 20-этажных дома. Мы поддерживаем людей, которые остаются, их никто не спрашивает, без их ведома, без вообще слушаний, отдают землю, их двор, и на нем приходит застройщик, и им под окнами строит очередной человек. На самом деле, да, надо город преобразовывать, да, надо строить новую, но нельзя при этом наполнимательски относиться к людям. Если вы хотите у людей изымать землю, если вы хотите на их месте строить, то, пожалуйста, предоставляйте людям адекватно это, потому что они теряют, а не запихивайте их по гостинкам, как у нас происходило, очень много, у меня очень много обращений, присоединиться моста на Черкинского моста. Поэтому, пожалуйста, как вас зовут? Анастасия Слово. Всем здравствуйте. Мы представители Куперовой партии, раскладка между Игнатом и Дорпрессом. Лаковый кусок в центре города приглянулся кому-то и на нас распространили, наложили так называемую зону КУР, комплексно устойчивое развитие территории. Статья 46.10 Городостроительного кодекса Российской Федерации предполагает, что эту зону можно наложить на земли, застроенные строениями под четырем пунктом. Мы не подходим ни под один из этих пунктов, но администрации посчитали, что мы являемся лаковым куском и посчитали возможным по инициативе администрации без проведения общественных слушаний назначить на нас эту зону. Зона комплекса устойчивого развития территории в принципе предназначена для того, чтобы благоустроить так сказать город, чтобы не было вот этой точечной застройки, чтобы планировка была едина, чтобы были инфраструктуры, развязки, дороги, как бы все. Но, как мы знаем из практики, все плохое заканчивается известным местом. Мы видели, как строилась парковка в центре города и многие другие объекты. То же самое ждет и нас. Кому-то глянулся вакомый кусок через дорогу. Там будет 2-этажных дома. Мы находимся через дорогу. Там будет 24-этажный дом и 17-этажный торговый центр. У нас на Авроровской рядом с Авроровской 17, то же самое застройщик строит сейчас 3-15-этажных строений. Не решены вопросы ни с транспортом, ни с дорогами, ни с парковками, ни с детскими санитами, ни с зонами отдыха. Если у города есть желание расширяться, то почему бы не зайти в те места, которые действительно открыты и свободны от права в дизайне для этих лиц. Здравствуйте, товарищи! С праздником! Товарищи, нам пытаются сейчас навязать какой-то новый праздник, День Единства, День Народовластия, который отмечается. Причем история этого праздника такова, что пришел какой-то князь, взял денег у народа и за деньги народа выгнал каких-то плохих людей из Кремля. И снова пришло, сам стал отправить. Но через 300 лет народ понял, что не надо не давать никому деньги, нужно просто объединиться и взять и выгнать этих же плохих людей из Кремля и взять в масть в свои руки. Вот это настоящий День Народного Единства. этот праздник 103 года назад, который произошла революция, это нам с вами сегодня руководство к действию, нам, молодежи, вам, старшему поколению, должны нас научить, показать. И вместе мы должны с вами объединяться и бороться, бороться за наши права, отстаивать наши права. С праздником, дорогие товарищи, с Днем Великой Социалистической Октябрьской Революции. Спасибо. Товарищи, слово представляется еще одному нашему стороннику КПРФ, волонтеру движения Чистый берег Александру. Добрый день, меня зовут Александр. Я один из тех людей, кто недовольный властью. Не только властью, но и теми, кто ничего не делает. Я же ранее извиняюсь за мою речь, так как у меня была травма, я был фрализован. У меня есть мечта. Я хочу, чтобы там, где я живу, была чистая вода, зеленая дверь, ровная дорога, доступная медицина, чтобы наши дети получали достойное образование, чтобы жизнь была лучше, чем сейчас. я думаю, вы многие этого хотите. Мы волонтеры-активисты в Чистый берег, в полосоке Трудовом. Сегодня мы уже своими семьями поставили кочели на берегу, установили лавочки сайтом деревья. повешали души, туник, брусья. Сейчас многие люди самоустранили стать общественной жизнью. Они ни в что не верят. это полномерная и целенаправильная политика нашего государства. Давайте объединяться. Двистинная сила, народная сила и все в наших руках. Благодарю за подготовку Радика Шарапова. Мне все. А сейчас завершающее слово предоставляется нашему молодому комсомолу комсомола Артуру. Здравствуйте, товарищи. Сегодня колоссальная дата, колоссальное число лет прошло со дня Великой Октябрьской сессии революции. 103 года, представьте. Но при всей торжественности этот праздник накладывает и грустно осадок. Осадок, что мы потеряли что-то, что некогда было великим. Знаете, вот бытует такое мнение, что коммунизм это что-то для людей постарше. Люди, которые смотрят назад, наглядываются и вспоминают, как же было хорошо. Вглядитесь в эти лица нас молодых в половину, посмотрите. Вы все молодые. Почему? Потому что мы шли 10 километров в эти из центра. Ты идешь по тротуару, он разбит. Ты едешь по этой же дороге на машине, все разбито, все в катакомбах, ты не можешь нормально ехать, ты не можешь перемещаться по этому городу. Ты приходишь на выборы, ты хочешь, чтобы твой голос что-то решил, он ничего не решает. Ничего. Ты хочешь, чтобы ты пришел и тебя вылечили врачи. Вас не вылечат. Сейчас коронавирус вас не вылечат, вы будете ждать врача 5 дней, вы будете ждать результат анализа, чтобы узнать, что у вас ковид 2 недели. Вы хотите, чтобы ваших детей учили в школах, их не выучили в школах хорошо, как раньше. Вы ничего этого не получите. И это все знает молодежь. Мы ничего из этого не получаем, ничего из того, что должны получать. Поэтому мы здесь стоим, поэтому мы коммунисты, поэтому мы комсомольцы. Спасибо вам. Поддерживайте нас, мы до конца идем по этому пути. Ленин, партия, комсомоль, волк! Ленин, партия, комсомоль, волк! Ура! Товарищи, позвольте резюмируть вступление о нашем торжественном собрании и заключить слово дать Искову Датьяне Николаевне представить председателю Приморского отделения Всероссийского женского союза «Надежда России». Он влачает резолюцию нашего торжественного собрания. Резолюция собрания трудящихся Приморского края. Наши отцы и деды свершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Утвердилась советская власть. Началась борьба за социальную справедливость и свободу. Было покончено с веками угнетения несправедливости, нищеты, социальных бедствий. В ходе индустриализации, коллективизации, культурной революции была отстроена великая держава. Из России безграмотной и лампадной выросла Россия электрическая, атомная, космическая, с поголовно-грамотным населением и передовой наукой. в течение десяти лет была ликвидирована безработица. Образование бесплатное, медицина бесплатная, квартиры бесплатные, общедоступные музеи, театры, курорты, санатории, всеобщее пенсионное обеспечение. Не справившись с трудностями развития, опасаясь ответственности за них. Крика во главе с Горбачевым и Ельциным предали советскую власть, пошли на уступки империализму. Был разрушен СССР, ликвидирована народная власть, отброшены социальные завоевания социализма. В России возродился капитализм, а вместе с ним пришли кризисы, падение экономики, социальное расслоение, нищета, 20 миллионов российских граждан и бедность 40 миллионов. Нищета, бедность и безработица, позор правительства и биралов. Пандемия коронавируса результат легкомысля и оптимизации медицины. Наше Приморье из индустриально развитого самодостаточного региона превратилось в депрессивный анклаб российской периферии. Выход из тяжкого кризиса, смена социально-экономического курса, утверждение правительства народного доверия. Наше собрание требует долой диктатуру оригархов и чиновников, вернуть власть трудовому народу, великому октябрю, статус национального праздника, возродить социальное завоевание советской державы, обеспечить людям труда достойную жизнь, остановить рост тарифов ЖКХ, вести прогрессивный налог, провести национализацию стратегических отраслей экономики, утвердить доступное образование и медицину для всех отменить трехдневное голосование на пеньках. Требуем наказать фальсификаторов выбора. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Ура, товарищи! Ура! 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 Товарищи, предлагаю считать наше торжественное собрание закрытое. Спасибо всем, кто пришел! Спасибо всем тем, кто прошел сегодня маршем, кто пронес красное знамя 10 километров от Пушкинской до молодежи. Спасибо всем! Дорогие товарищи, разрешите воспользоваться нашим собранием сегодняшним и выручить медали нашим бойцам за интересы трудового народа. медалью за вознаменование 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина награждается Кинеева, Зинаида Ильинична. Медалью вознаменования юбилея Великой Октябрьской социалистической революции награждается Захаренко Валентина Павловна. Спасибо! Ура, товарищи! Валентина Ильинична 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 Такую скульптуру Кладем Ильинична Кладем Ильинична